Базово здесь впервые? Ну да, впервые. Условия хорошие, база хорошая. Поле тоже замечательное. Все условия для работы подходящие. Но лучше, чем раньше или хуже? Ну, чем лучше. На «Динамо» тоже хорошие условия. И база, и здесь сейчас. Ну, все-таки Миром Богданович выбрал, чтобы мы здесь проводили эти сборы. Ну, провели здесь. Мне тоже здесь очень хорошо. И воздух хороший. Все нравится, как мне. Ну, а то, что там проблем не создают, что сюда, в Харьков, лететь пришлось? Да, никакие проблемы. Все час пролетели, да и все, какая разница. А стадион «Металист» как вам вообще? Ну, все-таки я тоже понимаю, почему мы здесь. И это Миром Богданович все-таки из Харькова. И он тоже прекрасно понимает, это будет первая игра. И я тоже уверен, что здесь стадион будет биток. 40 тысяч. И когда 40 тысяч болеют за сборную, это очень хорошо. Я уверен на 100%, что здесь будет стадион полный. И нас будет поддерживать. Не имеет значения, сколько мы там играем. Нас будет поддерживать очень хорошо. Как вы думаете, если твоя игра как пройдет? Ну, как вот. Будем играть только на победу. Все-таки это первая игра тренера. И у нас какой-то новый состав. И омоложение в сборной. Думаю, что будем играть на победу. И добьемся ее. Скажите, вот три дня вы уже тренировались, уже сыгрались? Ну, какое-то понимание есть, конечно, все-таки. Тренера делают все для этого, чтобы какая-то сыгранность была. Ну, вот вам лично как легко уже с товарищами по партии? Ну, а почему нет? Взаимопонимание все игроки, как говорится, хорошие. Все думающие игроки. И взаимопонимание у нас есть. Миран Богданович перед началом сбора лично с вами проводил какую-то индивидуальную беседу? Ставил какие-то личные для вас цели? Нет, такого не было. Он собрал нас, объяснил все, как говорится, планы. Какие планы сейчас на этот сбор. И все. А лично мы с ним еще не общаемся. Ну, я так понимаю, как к сборному готовят к чемпионату 2012. И все эти два года предстоящие у вас будут товарищеские матчи. То есть, в общем-то, такой игры. Ну, где команда посильнее, где команда послабее. Как вы считаете, это укрепит сборную или наоборот может ее расхолодить? Ну, это, во-первых, для тренера. То, что тренер, я думаю, будет смотреть и новых игроков. И, конечно, у нас есть два года, и он будет делать какой-то костяк именно, чтобы мы подошли именно, я не знаю, сколько там, 22-25 игроков, чтобы у него не было никаких сомнений. Есть у него два года, и вот он будет смотреть всех. Может быть, где-то каких-то новых ребят вызвать. Может, где-то какие-то новые планы ходить для ребят. Для этого у него есть два года, и он будет смотреть, чтобы, как говорится, у нас была укомплектованная сборная. Мы подошли к чемпионату Европы уже с полной готовностью. Как вы считаете, вот этот лимит на легионеров, он должен оставаться таким, как он сейчас есть? Или, может быть, его надо уже сточить, чтобы молодые имели доступ? Ну, я тоже вчера вот мне спрашивали интервью, я давал, я говорю, я за, чтобы, как говорится, наших украинцев было гораздо больше играть. А у легионеров где-то 3-4 легионера должно играть. Потому что очень много хороших молодых ребят, на которых просто не обращают внимания. Даже взять пример, сейчас вот Коноплянка есть. Кто знал? Ну, да, был Коноплянка. Сейчас человеку давали 10-15-20 минут, тайм давали. И все, сейчас он один из лидеров в команде дней. Как вы считаете, кто из команды может стать звездой чемпионата 2012? Ну, подождите, вы еще до чемпионата Европы, еще далеко. У нас очень хорошая команда, и, как говорится, мы будем все становиться звездами. Конечно, будет для нас задача, чтобы мы выиграли, и все-таки мы играем дома. Я думаю, что когда будет хороший коллектив, когда будет команда вместе, я думаю, что все ребята это понимают, и тренера с этого сделают, чтобы мы были все вместе. Тогда мы все вместе станем, а кого-то выделять я не буду и не стоит. В разные времена сборную возглавляли разные тренеры. И, на ваш взгляд, при каком тренере, может быть, она была самая сильная, или, может быть, просто состав тогда был в тот год как-то там удачный? Или тренер, наоборот, дал? Мне пришлось выступать за сборную. Это только при Михаличенко национальной сборной и при Мирон Богданович. Я скажу, что это два хороших специалиста. Может быть, Алексею Александровичу в прошлом не повезло, что мы не вышли из чемпионата Европы. А так и с Михаличенко было хорошо работать, и с Мироном Богдановичем прекрасно, как говорится, работать. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.